С 13 на 14 января традиционно россияне отмечают Старый Новый Год. Историю возникновения этого праздника не помнят даже наши бабушки, ведь они родились уже в советское время. Тем актуальнее будет напомнить, как появилась и эта традиция. Ровно 100 лет назад наша страна перешла на Григорианский календарь, по которому Новый Год приходится на 1 января. Русская православная церковь оставила прежний Юлианский с празднованием Нового Года 14 января. Любой из россиян относится к Старому Новому Году как к вполне самостоятельному празднику, способному продлить и очарование Нового Года, и все его атрибуты – елку, подарки, загадывание желаний. Этот день более спокойный, нет суеты, свойственной празднику накануне 1 января. Россияне с удовольствием поддерживают эту традицию, ждут Старый Новый Год и отмечают его. Но веселье и очарование главной новогодней ночи с боем курантов, поздравлением президента, фейерверками, праздничным застольем с друзьями и близкими вспоминаются еще долгое время. Весело, очень хорошо, потому что вся родня собралась вместе. Приходят все родные, близкие, соседи, собираются, весело встречают. С девушкой его встречал. А в прошлый раз? С другой девушкой. С другой девушкой. В этом году лучше. Сначала с родителями встретил, а потом с друзьями собрались. Атмосфера просто была такая. В компании играли в карточные игры. А в том году что делали? В том году просто с другом посидели. Ну, довольно весело, приятно. Собрались друзья, которых давно не видели. Дома? Да, дома. Стол обычный, как у всех, я думаю. Программа тоже, как у всех. Мы больше разговаривали. Да, весело очень было. Лучше, чем в прошлых годах. А чем лучше? Родным, с родственниками. С родными, давно не видели. Сколько человек было? Шестером. Шестером. А перечислите, кто это был? Я, жена, невеста, сын и внучки. В общем, праздник продолжается. Волгоградцев в эти дни будут ждать в театрах и музеях, где для них подготовлена новогодняя программа. Татьяна Крючкова, Максим Мещеряков, Вести 34. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова